Всем привет! Сегодня я покажу один крайне интересный и на первый взгляд абсурдный лайфхак. Как превратить обычную батарейку в ТВ-антенну, которая якобы может ловить каналы со всего мира. Понимаю, звучит сумасшедше, но если вы любите эксперименты так же как и я, то давайте проверим, работает ли это чудо или это просто миф. Не переключайтесь! А вместо этого подпишитесь на канал, поставьте лайк и поставьте колокольчик. Итак, начнем. Нам понадобится любой мягкий кусок кабеля, который остается от старых бытовых приборов. И от этого куска кабеля мы отрезаем около 15 сантиметров. Почему именно 15? Может это магическая цифра, а может быть просто удобная длина. В таких делах лучше довериться интуиции или легендам из интернета. Этот кусок кабеля я нашел от старого торшера, который благополучно разбила моя кошка. И оголяю изоляцию ровно на длину батарейки. Говорят, что если это сделать на миллиметр больше или меньше, можно потерять сигнал с другой стороны планеты. Кто знает. Изоляцию снимаем аккуратно, чтобы не повредить живы. Они играют самую главную роль в этой антенне. Кабель мягкий, поэтому изоляция снимается довольно-таки легко. Но будьте осторожны, не повредите свои руки при работе с канцелярским ножом. Примерно представляем, как будет стоять наша антенна. И нам нужно снять изоляцию с жил. Изоляцию требуется снять по 15 миллиметров. Видео, как другие изобретатели снимают с жил. Изоляцию с помощью зажигалки или с помощью стрипера. Но мы же домашние экспериментаторы. У нас есть только подручные материалы и хардкор. Как сказал бы Эдисон, я не провалил 999 экспериментов. Я просто нашел один, который ловит больше каналов. Теперь нам предстоит одно из самых сложных элементов в нашем эксперименте. Нам нужно припаять к батарейке наши проводники. Для этого мы соорудим элементарный держак батарейки. Для того, чтобы при пайке батарейка никуда не двигалась. И мы припаяли все с первого раза. И кстати, на нашем канале каждый день новые эксперименты и ДИ-проекты. Подписывайся, чтобы стать частью нашего сообщества и не пропустить ничего интересного. Зафиксировали нашу батарейку и переходим к пайке. Кто-то мне писал в комментариях, что на нашем канале это отдельный вид искусства. С помощью канифоля мы должны залудить контакты, чтобы олова пристала к контактам. Канифоль в этом случае справится на все 100%. Также нужно залудить жилу. Для того, чтобы хорошо ее пропаять. И чтобы контакт был самым лучшим. Помните, что если контакт у жил будет плохим, то и сигнала можете не ожидать хорошего. К плюсу батарейки мы будем припаивать коричневую жилу. К минусу синюю. Как завещал великий Никола Тесла. Чтобы на видео мне не оплошать, сразу же на жилу наложу олова. Теперь коричневую жилу аккуратно припаиваю к плюсу. Считается, что коричневый лучше проводит позитивную энергию. А может это просто совпадение? Тесла бы, наверное, добавил. Где есть ток, там найдется и способ трансформировать его в телевизор. Также Никола говорил. Не бойтесь бредовых идей. Некоторые из них станут новыми законами физики. Ну, это предположительно. Так же хорошенько лудимый синий контакт. Накладываем немножечко олова, чтобы не оплошать. И лудим саму контактную площадку. На эту контактную площадку старайтесь олова положить именно в центр. Обычная батарейка способна на многое, если к ней подойти с сердцем инженера. Чем мы здесь как раз таки и занимаемся. Синюю жилу к минусу. Мне, кстати, писали, что если поменять цвета местами, можно поймать еще больше каналов. Но я пока делаю классический. И теперь легким взмахом паяльника мы запаяем ее туда. Дожидаемся, пока все остынет. И снимаем батарейку с нашего зажима. И теперь наша основа нашей антенны готова. Но сейчас она довольно неустойчива. Поэтому мы должны будем зафиксировать ее и придать ей жесткость. Берем остатки изоленты. Истягиваем две жилы вместе, чтобы батарейка была хорошо зафиксирована. Изолента придает более устойчивую конструкцию. И вы задаетесь, что же дальше. А дальше берем обычную бытовую вилку. Разбираем ее, чтобы добраться до контактов. Используем обычные подручные отвертки. Не пробуйте это делать шуруповертами. Шуруповертами вы можете слезать грани. Из вилки достаем контактную плашку. Она-то нам как раз и нужна. И теперь мы должны подключить контакты от батарейки к этой плашке. Но если мы подключим контакты в таком виде, то у нас батарейка будет неустойчива. Поэтому нам нужно укоротить ее. Чтобы батарейка была продолжением вилки. Отмеряем нужную длину. Укорачиваем. И защищаем внешнюю изоляцию, чтобы подключить жилы. И в итоге кабель получится таким, что у нас батарейка торчит прямо из вилки. С одной стороны абсурд, с другой гениальный ход. Выбирайте, что вам ближе. Будьте осторожны при работе с канцелярским ножом. Он очень острый. Если бы Генри Форд увидел нашу батарейку в вилке, он бы сказал, пусть это и не автомобиль, но зато едет к новому каналу. Если вы считаете, что это все выглядит странно, то вы ошибаетесь. В этом-то и есть смысл нашего эксперимента. Это выглядит странно, но мегаэффективно. Также нашей отверткой мы прикручиваем наши жилы к этой контактной плашке. Может быть вы уже скажете, что антенна готова, но нет. Для вашей же безопасности я вас предупреждаю. Не стоит вставлять эту вилку в розетку 220 вольт. Помечаю вилку, чтобы не запутаться в будущем. Кому-то это покажется лишним, но поверьте, когда все будет собрано в кучу, легко забыть, где плюс, а где минус. И теперь собираем вилку в обратной последовательности. Наша антенна будет работать только в том случае, если мы все сделали правильно и без торопливости. Великие умы не просто находят решение. Они создают новые проблемы, чтобы их потом решить. Когда-то сказал Сократ. Сердце нашей антенны готово. И теперь мы приступим к подключению этого сердца к вашему телевизору. Для этого берем кусок коаксиального кабеля и зачищаем с одной стороны 10 сантиметров. Но при этом будьте осторожны, оплетка нам очень сильно нужна. Не прорежьте ее. Распутываем аккуратно оплетку, чтобы ее потом связать в одну жилу. А если у вас закрались какие-то сомнения в этой идее, то вспомните слова Стивена Хокинга. Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Вяжем оплетку в одну косу. А фольгированный экран отрываем. Он нам не нужен. Отступаем от оплетки 1 сантиметр и зачищаем изоляцию центрального проводника. Подключение к сердцу нашей антенны готово. Теперь нам нужно его подготовить. Ищем цилиндрический предмет, который соответствует диаметру контактов вилки. И теперь вокруг него вяжем центральный проводник, чтобы в дальнейшем его перенести на контакты вилки. Также поступаем и с оплеткой. Но с оплеткой это будет сделать чуть-чуть посложнее. Закручиваем потуже, чтобы она не расплелась. И теперь с помощью изоленты мы изолируем оплетку от центрального проводника, чтобы избежать короткого замыкания. Подравниваем проводники под стать вилки. И теперь подключаем коаксиальный кабель к контактам вилки. Центральную жилу туда, где коричневый контакт, что мы помечали, а оплетку туда, где синий. По логике это сохранить ту загадочную гармонию, что уже заложено в конструкции. С помощью пассатиж мы зажимаем центральный проводник на контакте вилки, чтобы он не сбежал. А на другой контакт мы одеваем оплетку. Без хорошей изоляции мы рискуем получить не антенну, а короткое замыкание. Знатоки уже, наверное, держатся за сердце, но не будем их расстраивать. И еще раз повторюсь, не вздумайте эту вилку вставлять в 220 вольт. Это может причинить вред вашему здоровью. Наша антенна почти готова. И последний штрих. Коннектор для телевизора. Вроде ничего особенного, но именно эта деталь свяжет вашу причудливую конструкцию с реальным миром телеканалов. Снимаем внешнюю изоляцию, оплетку отгибаем, снимаем изоляцию центрального проводника и вставляем фишку. Вуаля! Ваш коннектор готов. Да Винчи, глядя на эту конструкцию, мог бы написать, в простоте скрыта гениальность, а в батарейке скрытый ТВ-сигнал. Подрезаем лишнюю оплетку, чтобы визуально у нас все было красиво. И наша антенна готова. Теперь нужно ее протестить. Погнали! По классике будем пробовать антенну через ТВ-тюнер, чтобы вы мне потом не заявили, что у меня все работает через Wi-Fi. Подключаем ТВ-тюнер, включаем HDMI кабель от нашего монитора и подключаем антенну. Итак, друзья, самое невероятное в том, что наш странный эксперимент действительно дал результат. Каналы появились. Кто бы мог подумать, что пару проводов, батарейка и немного смекалки может дать нам бесплатный ТВ-сигнал. Возможно, это будет не идеальным решением для всех, но мы показали, что границы в DIY-проектах куда шире, чем принято считать. Я рад, что вы досмотрели до этого момента. Если вам нравится подобный контент, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь мы не боимся проверять абсурдные идеи на практике. Делитесь своими мыслями в комментариях, как думаете, стоит ли дальше происследовать подобные безумные лайфхаки. До скорых встреч в новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok